Всем здрасте! У меня офигеть сколько свободного времени, как я тут выяснила. И я, наверное, порекламлю охренительные услуги компании Air, которой я была подключена, уговаривал меня даже 10 февраля 2016 года какой-то товарищ, как казалось, компания украинская. И вот, значит, 20 февраля YouTube вводит новые правила, что те, кто не достигли 4000 просмотров на своем канале за 12 месяцев последние, и тысячи подписчиков, напомню, у меня 1600 с лишним просмотров и 5157 где-то так подписчиков. И сейчас мне приходит, значит, сообщение, намыло две штуки, что у меня отключен Суперчат по непонятной причине, тот Суперчат, на который добрый зритель донатили мне монетки, и деньги из которого куда-то пропали, зависли, наверное, на Air, потому что Air сначала порекламил Суперчат, сказал, что да, да, мы это вам выплатим, потом сказал, знаете, ой, у нас наши специалисты, айтишники еще ничего не поняли, как это делается, мы когда это решим, мы тогда вам все и перечислим со следующим отчетом. И деньги там где-то, ну, тысячи три, допустим, зависли. Они как бы на вашем счету, только их как бы нет. Думаю, ладно, хорошо, подождем. И, в общем, внезапно Air со мной расторгает контракт, как бы два года с лишним прошло, и вот решили расторгнуть. Я пошла к ним в личный кабинет, и причем как бы, если у вас личный кабинет, и вас еще расторгли, вы все равно можете писать обращение. Обращение я написать не могу. Я пошла в группу ВКонтакте, я поняла, что не я одна, есть у кого 6 тысяч подписчиков, но меньше просмотров или что-то в этом роде. И у всех вот такая по ходу дела ситуация. Кому-то ответили, что, знаете, мы так решили, что вас отключим. То бишь, кого-то они тупо, осознанно, то самое матное слово, обманули на деньги, скажем так. Меня тоже как бы, я особо много не получала с этой рекламы, но хотя бы вот деньги с суперчата я бы вполне хотела бы вывести. Ну, или хотя бы, чтобы они вернули тем, кто их донатил, скажем так. Так, мне раньше где-то приходилось выслушивать, там, вычитывать, точнее, про Air, то, что они обманывают людей. Ну, у меня как бы было 70% от рекламы, 30% Air. Сценсы, я вообще сейчас не могу соединиться. До этого у меня было сценсы, я ни копейки от них не видела. Куда-то все эти деньги шли непонятно куда, и YouTube монетизировал, как им приспичит это все. Мне отписывалось, что типа, ну, нету, нету, типа, не достигнут порог, еще что-то. Самый прикол, чтобы в самом начале с меня вообще YouTube потребовал что-то там, ну, ладно, 600 рублей не деньги для кого-то, да, 600 рублей, чтобы я заплатила, чтобы мне потом смогли начислять процент какой-то с просмотров рекламы. Я вообще не поняла, что это прикол. Ну, конечно, я не стала делать, потому что у меня даже не поняла, куда это все отчислять, и кто кого накалывает, да. Если кто-то будет вякачать, что я зарабатываю с YouTube дофига, то я буду теперь всех переадресовывать на это видео. Я и до этого-то как-то с YouTube нифига не зарабатывала. Когда хватало на интернета платить 340, у меня интернет месяц, а когда нифига не хватало. Я без макияжа, у меня, правда, из макияжа обычно только бальзам или блеск для губ. Я просто сейчас в таком офигении, если честно, я захожу, значит, в свой этот менеджер просмотр, ну, менеджер загрузки видео, и смотрю, что у меня везде нет рекламы, думаю, что за глюк. Тыркаюсь, значит, подключите монетизацию. YouTube мне говорит, знаете, вы расторгли договор, а те ребятки молчат. И вот я могу понять, что они бы там кого-то маломальски отключили, но за счет кого они там собираются существовать? Это как наши в Угличе товарищи, я так поняла, не только в Угличе, поднимают арендную плату, вытуривают тех, кто у них снимал эти помещения, и как бы сами, получается, платят за помещение. Тут то же самое получается. В принципе, я так поофигевала, и вот решила записать видос. Я, откровенно говоря, даже не знаю, куда там тыркаться, потому что роликов у меня, допустим, 660 с хвостиком, но некоторые из них я из принципа не монетизировала вообще. На АСМРе у меня были только оверлей, но как-то вот так вот без предупреждения, кучу народа кидануть, Эйр, вот такое оголимое дерьмище. Всяческого зла им, вот честно. Я подозреваю, что они никому не будут отвечать на комментарии в их группе, потому что когда я вопрошала у них, что за нафиг с суперчатом, меня там трое суток игнорили. Я написала им на мыло, они меня проигнорили. Перед этим я в самом начале написала им в этот суперчат личных сообщений в кабинете. Они только через два суток ответили. На мыло они мне так, кстати, не ответили. В комментарии мне пришлось удалить из ветки в контактовой группе тогда, потому что, ну, как бы я ответ получила, но ответа бы я все равно не дождалась. И нафиг так делать, я вообще не понимаю. Ну, мне-то как-то от этого не холодно, не жарко особо-то. Потому что, как бы, ребятки у меня на канале особо рекламку не хотели смотреть. Многие мне писали специально, что мы специально включаем анблок, та-та-та, ты такая вот фре. Ну, конечно, не фре меня называли, а матом и еще непонятно как. Ну да, вот такой спешл от Лёли просто офигевшего негоду. И не то, что негоду, я в таком афиге, откровенно говоря. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok